Приветствую всех, уважаемые подписчики канала Старк, это уже второй выпуск по теме пробоя брони на персонажей. В прошлом видеоролике мы с вами разбирали, стоит ли ставить пробой брони на персонажа, то есть, да, с учетом того, что в грядущем обновлении у нас будут глобальные изменения, да, по крит резисту, по повышению крит резиста, и критический урон будет очень сильно резаться. И игроки с недостатком критического урона будут просто бить либо критом в ноль, либо будут бить с небольшим минимальным плюсом. Итак, давайте разберем, что решил все-таки сделать я. То есть, у меня сейчас, получается, лучник, он пробущен пока что на крит урон. То есть, у меня сейчас 234% в критическом уроне. Вот. Посидели мы, значит, так, посчитали, что будет, если я оставлю 150 критического урона и сделаю 10 тысяч пробоя. В принципе, в PvP будет, да, действительно лучше, но разница будет настолько минимальная, то, что она будет практически не чувствоваться. Буквально тысяча-полторы дамага. То есть, лучники те же самые, милишники в коже, маги. Я им буду срезать полностью их критический устой за счет 150% критического урона в дальнем бою. И буду полностью срезать их защиту. То есть, я буду 100% бить в ноль. Вот. И посчитали такой профиль, что будет, если у меня будет критического урона в дальнем бою 300%. То есть, разогнать до такого уровня его достаточно просто, потому что это лучник один из тех персонажей, которые имеют критический урон в дальнем бою самый повышенный. Вот. Даже у милика меньше критического урона, чем у лучника. То есть, стоит мне только поменять графки с 4.0 на 5.6, по-моему, да, они там будут потом, или 5.1. Вот. То критического урона в дальнем бою становится уже 284%. Затем я решил заменить полностью шанс из дуалов. То есть, убрать шанс из копья, убрать шанс из лука уже убрал, убрать шанс из етагана. Вот. И поставить все полностью в пробой. Тем самым я повышу пробой брони. То есть, у меня сейчас уже имеется 2600 пробоя брони. Будет порядком где-то уже около 3500. То есть, что буду я иметь на момент уже собранного полностью персонажа, да. То есть, я буду иметь критический урон в дальнем бою в районе 290%. Вот. 150% отсюда можно сразу же смело убрать. После, допустим, установки нового патча. Потому что, опять же, это сет ромянки. Это большой критический устой. Это топовая грава. Это большой критический устой. Напоминаю вам то, что 15000 устойчивости к критическому урону режет вам 150% критического урона. Железно просто. Стабильно. Если у вас там 151% критического урона, то есть критическая атака у вас будет отличаться на 1% от обычной. Если у вас меньше 150 критического урона, а у противника критустой 15000, то вы критом будете бить меньше, чем обычная атака. Вот. Получается ситуация какая? То есть, у меня будет какой-никакой, но баф на петарду, которая работает напрямую от пробоя. У меня будет большой критический урон. То есть, я могу смело рассчитывать на плюс 150%. Независимо от того, прокачан у человека критустой или не прокачан. Да, естественно, он будет мои 150% забирать, но он будет получать плюшки на 150% крита плюс еще 3500 пробоя. То есть, в принципе, должно будет получиться ровно так же, как 10000 пробоя. Но мне не придется геморроиться с перезапечаткой гравировок полностью. Мне не придется геморроиться с снятием ожерелки, да, потому что 10000 пробоя, это мне нужно пробой выловить, а в трусы. Заменить полностью ожерелку на эфенскую на пробой тоже. То есть, я буду страдать в густой очень сильно. Поэтому здесь выход для лучника, по крайней мере. Не знаю, как для милишников, но для лучника это точно. Это 300% критурона, 3500 пробоя. Ну, если у кого-то получится, то можно и 5000 разогнать. Что будет с шансом критического урона в дальнем бою? У меня сейчас 80%, плюс я заменяю пробой в копье. Да, вот видите, у меня уже медь готовый, его только нужно будет прапать до второй эпохи. У меня будет 75%. Я планирую постараться сролить еще в костюм шанс и сролить в трусы шанс. Это плюс 9%. То есть, 80% минус 5 и плюс 9, это получается 84%. В принципе, неплохо, я думаю, иметь планку 84%, при этом 300% критурона, при этом еще 3500 пробоя. В принципе, это будет более-менее нормально и адаптивно. Да, я могу разогнать шанс критурона в 100%, верну буквально вот дули, да, поменяв лук, но при этом я потеряю весь пробой практически. Ну, оставляйте свои мысли в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. До следующих выпусков. Пока. Продолжение следует...